Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого, каждого дурака, который пытается лживыми манипуляциями вешать нам лапшу на уши и считаю своей обязанностью обидеть. Конечно, мы поговорим сегодня о видеообращении президента из спортзала, но я хочу начать с других лживых манипуляторов, которых огромное количество уже задолбали нас своим вонючим скулежом по поводу того, что ой-ой-ой, ну как же это, извините, но я вообще не голосовала за Зеленского. Нет, я когда проголосовала за Зеленского, это же я не за Зеленского голосовала. Я на самом деле голосовала против Порошенко, когда проголосовала за Зеленского. Вот эти вот дуры в огромном количестве и дураки, они серьезно верят в то, что они несут. Послушайте, вы дуры и дураки, которые это говорят. Это вы теперь отвечаете за то, что Зеленский нахамил нашим военнослужащим. Это он заставил отвезти войска с позиций, которые обустраивались годами, потом и кровью за это заплатили. Это вы, кто проголосовал за Зеленского. Теперь отвечаете за то, что прямо в зале депутаты заказывают себе проституток. Это вы отвечаете за передачи конвертов, что уже никто не скрывает, за отстаивание бизнес-интересов олигархов одних против других, чего уже никто не скрывает. Это вы теперь отвечаете за рэкетира юзика. Это вы отвечаете за то, что драчуны и участники групповых изнасилований, звезды изнасилований, пришли в Верховную Раду. Да, выбирались. Ребята, при Порошенко, когда он назвал журналистку «моя дорогенька», поднялся в Уйдот на всю страну. Но вы довыбирались. Теперь к журналистам обращаются. Эй, ты, тупая овца. Довыбирались? Это вы так проголосовали против Порошенко? Не врите. Вы проголосовали за вот это стадо зеленых идиотов, которые сейчас гробят страну. Вы проголосовали за то, что страна очень много потеряла на международном уровне и продолжает терять. И главное, вы проголосовали за то, что вам прямо публично суд в глаза. А вы умиляетесь и радуетесь. Когда Дубинский, вам проголосовавшим за зеленского, говорит, что мама любит скорость, да не собирается он такому вонючему, сраному быдлу, как вы, проголосовавшего за команду, объяснять, где он взял деньги. Рылом вы не вышли, козло-то тупая. Кто вы такие, чтобы он вам объяснял, где он взял деньги? Как где? Он вам объяснил, лохам. Он талантливый журналист. И на борьбе с коррупцией заработал на десятки квартир и десятки машин. Хавайте, быдло вонючее! Вы же проголосовали против Порошенко. Так вот теперь хавайте! Никто не позволял себе, в Верховной Раде, до того, как вы туда выбрали зеленую команду, такого скотства по отношению к вам. Вы не хотите усвоить главный урок. Вас будут считать говном до тех пор, пока вы не будете спрашивать. Вы, проголосовавшие за зе команду, это вы должны прийти под банковую и сказать, Вовик, а ты не охренел? Чувырла! А ну Дубинского вон из Рады быстро убрал? А ну Юзика быстро посадил? Дружбана своего! Это вы должны требовать. А если вы не будете этого требовать, они сядут вам на голову. Они будут вытирать о вас ноги. И каждый раз объяснять вам, как кускам говна, что мама любит скорость. Это первый признак того, что они вас считают терпилами. Вы для них быдляческая вонь. И никто за людей, они вас не считают. Потому что за мама любит скорость не будет вам объяснять Дубинский, где он взял деньги. Понятно? Дальше. А почему Зеленский не хочет выгнать этого дурака Кулебу публично? Почему этого кретина, который на красный свет без кресла поехал с детьми? Почему его не выгоняют? Какое нахрен сочувствие? Вы чокнулись? Вообще здоровые! Он не попал в аварию. Он создал эту аварию нагло своими руками. Какое к нему сочувствие? Он должен быть с позором уволен. Это же он на красный свет летит в ладешни к нам. Это с каких это пор у нас президент может себе позволить сказать, что у нас поки-шо демократия. Что значит поки-шо? Ты скотина! За то, чтобы у нас была демократия, погибла небесная сотня и небесные тысячи на фронте. Для того, чтобы у нас была демократия. На коленях, тварь, извиняйся! Это крыса зеленая. Она приехала с утра в 8 часов на аллею небесной сотни, чтобы с людьми не пообщаться. Приехал и сцикливо поджал хвост, смылся. Это когда у нас были такие президенты? Простите, откуда это? Когда это стало, нам нужно. Если мы не посадим на жопу ровно их, они будут преследовать нас. Они реально не поймут, если им не дать по суслам. Если власть не жучит каждый день в хвост и в гриву, тогда она будет по беспределу чмырить вас, тех, кто голосовал за Зеленского, и те, кто не голосовал за Зеленского, поэтому на акцию нет капитуляции, в первую очередь должны прийти те, кто сдуру за него проголосовал. И вы обязаны потребовать с него ответа. Те, кто за него не голосовал, они и так требуют. Но теперь вы, кто сдуру за него проголосовал, вы обязаны заставить его отвечать перед вами. Потому что, если вы этого не сделаете, он сделает с вами то, чего вы не ожидали. Теперь по поводу этих совершенно идиотических видеообращений. Но это несусветная глупость, когда президент разговаривает с Теслой. Здравствуй, моя Тесла. Ты моя любимая. Ты только одна меня понимаешь. И какую бы тупорылую хрень я не нес, ты все скерпишь. Кстати, говорят, что Тесла, она была крайне обижена и удивлена. Это просто у них с Зеленским семейный скандал, потому что Тесла обиделась. А оказывается, Зеленский изменил Тесле с тренажером в спортзале. То есть он реально стоит на тренажере. И опять мой любимый тренажер. С тобой гораздо лучше, чем с Теслой. Совсем другие позы и масса на весны. Правильно сказал Паша Дальнобой. Сказал, что следующий ролик как Зеленский, наверное, напишет из сортира. Он реально будет сидеть на горшке, громко пухать и записывать ролик. А что? Вполне могу себе представить, как Зеленский записывает ролик, допустим, ну, из секс-шопа. Вот сидя на каком-нибудь вибраторе. Понимаете? Речь с вибратора. Народ же схавает. По этому поводу, кстати, вспомнился старый советский и добрый анекдот. Мастер участка приходит к токарю, который работает на станке с числовым программным управлением и говорит ему, слышишь, Иваныч, а что это ты вот это вот куришь, ничего не делаешь? Он говорит, так, как бы у меня же, ну, станок сам работает. Михалыч, все нормально, он сейчас сам доточит, я болванку переверну, резец поставил, и опять он сам работает. Так нет, говорит, Иваныч, подожди, 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 подожди. Так ты бы взял, пока станок, это самое, ты бы взял там веничек, взял бы там подмел что-нибудь, там, стеклышки протер в цеху. На что Иваныч же говорит, слышь, Михалыч, вот в натуре, смотри, ты, ты когда свою жену трахаешь, ты руками что делаешь? Он говорит, как, что? Ничего. О, говорит, а мог бы казины плести. Ребята, совершенно не удивлюсь, если Зеленский. Следующий ролик запишет из спальни. Когда он уестествляет свою супругу, он параллельно вот это вот, упал, отжался, будет писать ролик своим избирателям. Слушайте, мне кажется, что уже достаточно они поиздевались над нами и над нашей страной. Мне кажется, что уже достаточно дырну надо с них потребовать ответа. Потому что, если их не жучить во все дыры, они охраняют окончательно и бесповоротно. Поэтому, я призываю всех внимательно сидеть за властью. И самое главное, наша задача не пропускать ни одного провтыка этих людей. Вот нам надо их. Они очень внимательно на самом деле смотрят на нашу реакцию. И не рассказывайте, что мы просто сотрясаем воздух. Они очень внимательно следят за общественными настроениями. И поверьте мне, что мы своим негативом к ним на их глупости уже ни одну глупость сумели остановить. Они закатывают пробные шарики, схаваем, не схаваем. Так вот, должны понять, не схаваем! Это мы вас будем шкварить, а не вы нас. Поэтому, обязательно присоединяйтесь к акции и нет капитуляции. Внимательно смотрим, что он на куролесе в нормандском формате. И, хотел поблагодарить своих подписчиков и зрителей моего влога. У меня уже 42 с половиной тысячи подписчиков всего-то навсего за три месяца. И, кстати, это тоже показатель для новой власти, насколько востребованным и популярным являются то, что не дают им охренеть. Поэтому, не получится у них позатыкать рот блогерам, не получится. И, пожалуйста, не только подписывайтесь на мой влог, приходите на акцию Нет капитуляции. Это важно для всех нас. Смотрите мою программу на прямом канале каждую пятницу в 22.00. И следующий мой влог я обязательно посвящу, у меня есть такая идея, вот как нам эффективно поздравить с днем рождения нашего президента Владимира Александровича Зеленского. Чтобы он понимал, что мы его, ну не то чтобы любим и ценим, но мы очень хорошо знаем, что он у нас есть и мы следим за каждым его шагом. Чтобы он чувствовал наше пристальное внимание и чтобы делая любую там глупость или умность, он понимал, что наша реакция последует обязательно. Поэтому скоро будет мой следующий влог. Смотрите мою программу на прямом канале в 22.00 по яркам ньюз. Ну, и как вы понимаете, за мной не заржавеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!